33 миллиона 500 тысяч безработных. Таков вот результат остановки экономики Соединенных Штатов из-за пандемии коронавируса и закрытия компаний и предприятий. И это пока не финал. Скорее всего, тенденция будет продолжаться и в мае. О текущей ситуации, о прогнозах и о том, какие меры могут быть предприняты, мы поговорим с корреспондентом Георгием Цихисели. Он с нами на связи из студии агентства Associated Press в Нью-Йорке. Георгий, я вас приветствую. Вот если можно, конечно, назвать такое положение дел, вот насколько плачевная ситуация на рынке труда в США сегодня? Доброе утро, Арестан. Ситуация даже хуже, чем вы описали. Все выходные, после того, как были опубликованы официальные цифры статистики, и в прессе, и в коридорах власти обсуждают, что же произошло и что с этим можно сделать. 14,7% безработицы, и это не окончательная и далеко не точная цифра. Но, во-первых, она отражает статистику до 17 апреля включительно. Предположительно, с 18 апреля и по сегодняшний день сокращено еще 7 миллионов рабочих мест. Кроме того, эта статистика не учитывает две большие категории. Тех, кто не ищет работу и по каким-то причинам не подает на получение пособия по безработице, а также тех, кто занят, но только частично. Для них есть англоязычное определение under-employed, что можно перевести как недозанятые. Таких тоже миллионы по разным оценкам от 5 до 15 миллионов. То есть сегодня можно сказать, что реальный уровень безработицы в Соединенных Штатах составляет порядка 25%. Это самые пессимистические, конечно, оценки, но, увы, они могут быть правильными. И это сопоставимо с Великой депрессией в первой половине прошлого века. Сегодня в воскресных аналитических программах выступали чиновники федерального правительства. В частности, глава казначейства Стивен Мнучин. Обычно министры правительства Трампа стараются представить экономическую картину в самом, что ни на есть, выгодном для Белого дома свете. Однако, я могу сказать, что Мнучин сегодня скорее уходил от вопросов, чем на них отвечал. Есть существенный риск, если не открыть экономику уже сейчас. Это нанесет перманентный экономический ущерб американскому обществу. Мы откроемся заново, но сделаем это продуманно. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно, соблюдая социальную дистанцию. Мы видим, что многие компании могут работать на удаленке. Не все должны одновременно вернуться в офисы. Такая линия ответов понятна. Я добавлю еще несколько цифр. После рецессии конца нулевых, во время президентства Обамы и позже Трампа, в стране было создано 22 миллиона 400 тысяч рабочих мест. Сейчас, соответственно, все эти достижения просто стерты. Да еще и, что называется, с процентами. Еще раз напомню эту ошеломляющую цифру. 33,5 миллиона человек в США остались без работы. Наиболее пострадавшие отрасли – это, ну, понятно, гостинично-туристическая сфера, это образование и, как ни странно, медицина, это действительно так, а также сфера услуг, торговля и производственный сектор экономики, то есть заводы и фабрики. Они остановлены. У этого кризиса есть еще одна грань. Скорее всего, серьезно пострадает сельское хозяйство. Дело в том, что фермеры, вот, например, у нас здесь, на северо-востоке США, вот-вот начнут собирать первые урожаи. Это ягоды, это ранние фрукты и первая пшеница, ну и так далее. И вот тут возникает проблема. А что со всем этим делать, с этим урожаем? Раньше его покупали крупные переработчики. А вот теперь, когда промышленность стоит, покупать некому, потому что перерабатывать негде. И то же самое касается скотоводства. Животных, которые предназначались для мясной промышленности, сейчас некуда девать, поскольку на многих мясокомерах была зафиксирована вспышка коронавируса. И они закрыты до тех пор, пока владельцы не разберутся, как же обеспечить безопасность работников, которые по технологическим причинам должны находиться ближе, чем на два метра друг от друга. И вот таким образом мы имеем дополнительный пласт тех, кто может быть и занят с точки зрения закона, но не может получить доход от своей занятости. А в сельском хозяйстве США, между прочим, работают 22 миллиона человек. Я уже оставляю в стороне тот факт, что все это проблемы с сельским хозяйством может привести к срывам с поставками продовольствия. Это вообще отдельная большая тема, которая тоже, кстати, обсуждается на правительственном уровне Арыстана. Георгий, вот помимо того, как вы сказали, ухода от вопросов, как глава казначейства Стивен Мнучин, есть ли какой-то новый план действий со стороны федеральных властей США? Да, есть несколько предложений, они озвучены на сегодняшний день и будут вынесены на обсуждение в Вашингтоне на наступающей неделе. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предлагает обсудить четвертый пакет прямой помощи наиболее пострадавшим регионам, а также людям, которые остались без работы и, разумеется, малым предприятиям. Причем предлагается внести в этот новый пакет положение о защите работников крупных компаний. Наверняка многие просто не знают, что законодательная защита работников США она вообще крайне условная, особенно в том, что касается больших корпораций. Вот как объясняет это наш эксперт, это адвокат по трудовым вопросам. Давайте послушаем. Самая большая проблема в моем видении, это то, что федеральный закон не дает никаких бенефитов или защит на работу, если вы работаете для компании 500 или больше человек. Это значит, что если вы работаете в Амазоне, авиалинии, госпиталя, то у вас нету никаких защит. И эти работодатели не должны вам платить, если вы заболеете. Или если, например, у вас есть ребенок, которого вы смотрите, где школа закрытая. Ну и несмотря на такие вот серьезные проблемы в законодательной защите, Белый дом и администрация Трампа предлагает не торопиться с новыми бюджетными вливаниями. Например, экономический советник президента Ларри Кудлоу считает, что можно подождать до конца мая, начала июня, когда некоторые штаты частично возобновят работу и вернутся на службу тех, кто отправлен во временные неоплачиваемые отпуска. Таких может быть до 80% от всех, кто потерял работу. Белый дом, а также республиканское большинство в Сенате хочет увязать помощь из бюджета с некоторыми ограничениями по судебным искам, а также со снижением налогов. Поясню. Предлагается снизить налоги на фонд заработной платы. Сейчас они доходят до 13%. А также внести запрет на иски против работодателей, которые халатно относятся к соблюдению социальной дистанции и обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. Это маски, перчатки и дезинфекторы. Но, как полагает наш эксперт, такие поправки нанесут больше вреда, чем принесут пользы. Мы уже знаем, что если, например, это маленькие бизнесы в Нью-Йорке, то уже трудно пожаловаться и непонятно, когда департамент труда, потому что у них столько всяких жалоб, что-то сделает об этом. И если еще убрать шанс засудить за сильную-сильную халатность, мне кажется, что это просто дает возможность компаниям наплевать на эти защиты для работников. Вы знаете, по-настоящему только люди, даже люди в группе риска и даже люди больше 70 лет не совсем защищены. То есть, если они просто боятся выйти на работу, в некоторых ситуациях у них нет выбора. Я хочу добавить, что предложение подождать до конца этого месяца и посмотреть, как будут развиваться события в тех штатах, где будет ослаблен режим, это, скорее всего, политический блеф. У нас, как известно, предвыборный год, и каждый голос будет иметь значение. А винить во всем, как обычно, будут, разумеется, Вашингтон и, наверняка, лично президенты. Это во-первых. Во-вторых, есть опасность возникновения второй волны пандемии, если закрытие экономики и возврат на работу не будет сопровождаться жесткими мерами по дистанцированию и персональной защите, а также по контролю, по соблюдению за этими мерами со стороны властей. Ну а вторую волну пандемии экономика США просто не выдержит. Если начнутся новые массовые заражения и придется вводить снова ограничения, то Великая депрессия 1930-х годов покажется, наверное, просто детским утренником. Ну и, конечно, даже если не будет второй волны, и поэтапное открытие американской экономики пройдет успешно, и вернутся на работу всех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или уволен с обещанием вернуться, как только будет возможно. Вот при всем при этом независимый бюджетный офис Конгресса прогнозирует, что в майском отчете только официальная, видимая безработица составит уже 20%. А к концу 2021 года, то есть следующего же года, уровень составит 9,5%. То есть примерно так же, как во время рецессии. К сожалению, бюджетный комитет очень редко ошибается в своих расчетах. Поэтому мы, в общем-то, готовимся к затяжному экономическому спаду и к дефициту рабочих мест. Не нужно также забывать, что и работодатели могут подойти к вопросу возвращения людей очень жестко. Но вместо, например, пятерых взять на работу троих. Разрешив работу, конечно, из дома, но значительно большее количество часов в неделю и без оплаты сверхурочных. А в жестких условиях капиталистической экономики и высокой безработицы наверняка многие с этим согласятся, Арестан. А я вот даже не представляю, честно говоря, США, чтобы в США не могли засудить за сильную-сильную-сильную халатность того или иного органа или той или иной организации. Вам спасибо. Георгий Цихисели был с нами на связи из Нью-Йорка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!